Хе-хей! Всем здарова, народ! Вы снова на канале Ранчо Усенчо. У меня сегодня просто потрясающее настроение. Я не знаю, с чем это связано, наверняка это просто отпуск. Отпуск это отдых, ну, вы знаете, что это такое, но у меня это нифига не отдых, у меня идет стройка вот там вот за окном, делаем плиточку, все дела, поэтому нифига не отдых, но, как минимум, это отдых перед работой. Ладно, это все лирика. Я что хочу сказать? Сегодня полностью экспериментальное видео, почему экспериментальное? Потому что я не знаю, что из этого получится. И для русского народа эта закуска для пива, я так забегаю вперед, закуска для пива, она просто, ну, необычная. Почему необычная? Давайте я сейчас вам все объясню. Сарделька. Обычная, вкусненькая сарделька, да, свиноговяжья. Она нафаршированная и замаринованная в уксусе, с остринкой, с горчицей, огурцом, луком и всем остальным в банке. Вот что из этого получается, не знаю. Это чешская пивная закуска. Многим она очень нравится, многим не нравится. Мы сегодня экспериментируем. Офигенное слово. Сразу же приступаем с маринада, потому что маринад должен будет остыть. Добавляем 500 миллилитров воды и даем вскипетий. Пока вода вскипает, подготовим ингредиенты. Это острый перец. Его нарезаем вот такими вот дольками. Достаточно тоненькие, чтобы они были, мы их будем класть в разрез сарделек. Также берем репчатый лук. Его нарезаем на обычные полукольца. Репчатого лука возьмите так, чтобы можно тоже было проложить в разрез сарделек и плюс еще положить на дно банки и сверху банки. То есть приблизительно на 8 сарделек у меня уйдет 2 больших луковицы. Отодвигаем лук в сторонку. Маринованные соленые огурчики. Нарезаем тонкими пластинками. Также будем укладывать их в сардельки. Друзья, на самом деле не знаю, что из этого получится. Огурчики вкусные, огурчики собственного производства. Если что, ссылочка вот здесь, вот она вылетает. Как приготовить вкусные хрустящие огурчики, проходите, смотрите. Чеснок нарезаем мелко. Мы чуть-чуть его отправим в маринад и чуть-чуть мы отправим сразу же в банку. Когда вода закипела, убавляем огонь, прям ставим на минимум и добавляем сюда 130 миллилитров яблочного либо же винного уксуса. Добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Добавляем 1,5 столовые ложки сахара. Добавляем пол чайной ложки соли. Добавляем 2 зубчика чеснока, вот и распилил напополам. Немного остренького перчика. 2 лаврушки. Чуть-чуть душистого перца, там 3 штучки приблизительно. Перца горошком, пол чайной ложки. И 2 гвоздички. И буквально даем еще раз этому всему вскипеть. И отставляем в сторонку, чтобы рассол остыл. Закипел, убираем с огня. Далее, что мы делаем? Теперь мы подготавливаем сами сардельки. Берем сардельку. Свиноговяжью, говяжью, неважно. Вот здесь вот посередине прорезаем практически до конца. Вот так вот, чтобы ее можно было раскрыть. И теперь снимаем отсюда пленку. Самое сложное в этом рецепте, оказывается, это почистить сардельку. Потому что, ну, такой гемором я попросил жену, чтобы она мне помогла. Теперь, что нужно сделать? У меня 8 сарделек. Кто-то делает с горчицей, кто-то делает без. Вот я 4 сделаю с горчицей, 4 без. Внутрь добавляем горчицу. И теперь в самый центр отправляем по пластинке маринованного огурца. Сюда же отправляем острого перца. И сюда же отправляем репчатый лук. Это приблизительно выглядит вот так вот. Вот такая вот сарделька получается. Достаточно, кстати, даже красиво. Так начиняем все, но 4 я делаю, как я сказал, с горчицей, 4 без. Теперь берем литровую банку на 8 штук, это будет отлично. На самый низ я отправляю лук. Отправляю половину чеснока нарезанного. И начинаю туда укладывать сардельки. Чуть-чуть лучка еще. И дальше укладываем. Сверху еще немного лука и немного чеснока. И заливаем это все остывшим рассолом. Важно, чтобы специи, вот лавровый лист, попали сюда. И весь перец горошком. И эту банку закрываем либо капроновой крышкой, либо, если крышка есть, закрывающейся. Переворачиваем пару раз эту банку, чтобы пузырьки вышли наверх. И оставляем это все, вообще, как говорится, в рецепте на неделю. Но от 5 до 7 дней в холодильник. Мы сначала даем остыть полностью этой баночке, потому что рассол, ну, прям, ну, не совсем у меня остыл, конечно, но да ладно. И 7 дней ждем. Это вот, блин, выждать вот это, вот это, наверное, самое сложное. Мне реально интересно, это редкостная дрянь или прям реально классный рецепт. Об этом вы узнаете через 7 дней. Встретимся. Давайте. Ну что, еще раз, всем здорово, народ. Прошло 7 дней. Вот реально, 7 дней прошло. Я очень, честно, уставший. И у меня обветрило лицо. У меня в данный момент горит очень лицо. На стройке целый день я пахал. На своей стройке, я не где-то подрабатываю. Утопенцы, да? Вот с этого и начинался видеоролик. Утопенцы. Ну что? Нет, правда говорю, я не вскрывал. Я не знаю, что там находится. Нет, я знаю, что находится, но что из этого получилось? Ну, аромат бомбезный. Давайте начнем с того, что аромат реально хороший. То есть, пахнет, знаете, чем? Мясной составляющей и вот этим вот ароматным рассолом, который мы сделали. Как теперь это просто все аккуратно достать? Потому что я прям реально хочу попробовать, что из этого получается. Насколько это все ароматно, прикольно. Единственное, что я утрамбовал сильно. Вот теперь как это все аккуратно достать. Блин, а они такие, знаете, блин. Они прям плотные. То есть, почистим немного. Вот что я могу сказать, она, она реально плотная. Вот, положим сюда. Все испачкал, все из возюкал, но по-другому я и не ожидал. Можно я покажу? Ага, вот что ты хочешь показать. Я говорю, я все из возюкал, но по-другому я и не умею. Руки грязные, сейчас я их дайте хотя бы протру. Она еще немного масляная, там же масло было, да? Так, но надо вообще это как бы все нарезать, я буду придерживать рукой. Ну, в разрезе, как это была сарделька, так она, в принципе, и осталась. Будем пробовать, что это получается на вкус. Кутапенцам, это же закуска к чему. Все правильно. Баночка после тяжелого физического, трудового дня, но не помешает. Все как в лучших традициях, хотел сказать, Лондона, она будет в Чехии, да? Вот здесь вот с перчиком, с огурчиком, со всеми делами. Я прямо беру. Ну вот пахнет, вот честно, вот мясной... Пахнет реально мясной составляющей, пахнет немного остротой. Допробуем. За ваше здоровье. А что сказать, я не знаю. У тебя вкусно. Ну, мне вкусно, потому что я вот прямо сейчас хочу есть. Я зашел домой со стройки, я хочу есть. Остроты. Я, опять же, смотрите, возможно, я что-то и не так сделал, но хотя все чисто по рецепту, все как сказано, все как положено. Интересно. Я так скажу, мясо более плотной консистенции стало, то есть его можно пожевать, это прикольно, очень вкусно. Уксуса, с учетом того, что достаточно его много добавляли, его здесь как таково не чувствуется. Остроты нету, возможно, хотя перец у меня был острый. То есть, если взять, ну-ка. Может быть, у меня перец не такой острый. Сама закуска. Ну, знаете, что лучше? Взять в облачку, поставил ступень, съесть одну рыбку, выпить одну баночку пива вечером, после трудовой тяжелой недели. Вот это наверняка будет интересно. Такая закуска, наверное, имеет быть. Я не скажу, что она плохая, я не скажу, что она хорошая. Это что-то для меня новое, наверняка для вас тоже. Стоит ли повторить этот рецепт, дабы просто убедиться, приколоться, попробовать, да. Съездить в Чехию попробовать, обязательно, да. Вообще съездить в Чехию тоже, да. Друзья, ну, относительно прикольно, но ничего такого необычного я не вижу. Для меня зашло это блюдо. Но, я больше скажу, что наверняка эта закуска под более крепкие напитки. Под более крепкие напитки это блюдо подходит гораздо больше, чем под пиво. Под пиво хочется взять что-нибудь более солененькое. Какая-нибудь рыбка, да, копченая, селедочка. У меня есть рецепт селедочки вот здесь. А вот и острота доходит, кстати. Вот, острота пришла. Прикольное ощущение. Оно немного, чуть-чуть кисленькое от уксуса, но я думал, будет более кислое. Плотное мясо, огурчик прикольно и острота. Вот сейчас начинает догонять острота. Прикольно. Я скажу, вот это честно прикольно, но это под более крепкие, мне кажется, напитки. Короче, там еще внизу с горчицей. Просто это я с горчицу уложил в самый низ. Здесь надо открыть всю банку. Я просто в комментарии внизу в описании напишу, как оно с горчицей. Друзья, всем огромное спасибо. Всем до новых встреч, до новых видео. Пока. Обязательно приготовьте, попробуйте. Под крепкие напитки вот так вот. Спасибо, пока.